Безусловно, любые меры по укреплению национального единства в многонациональной, многоконфессиональной стране, какой является Россия, они, как говорится, лишними не будут. Поскольку сейчас рост национализма, ксенофобия – это вещи, характерные для многих стран. А Россия не может себе позволить пускать все это дело на самотек, поскольку страна 20 с лишним лет назад испытала шок от дезинтеграции и второго шока такого она не выдержит, безусловно, и не имеет права даже допустить его. Другое дело, насколько федеральная целевая программа с объемом финансирования достаточно ограниченным может решить эти проблемы. Безусловно, речь идет и о создании возможностей для изучения родного языка, культуры и так далее, и для инклюзивного образования, дошкольного воспитания. Недопустимо, когда в школу приходят дети, приехавшие с родителями из других стран, и приходят в школу, не зная русского языка. На самом деле, безусловно, важно, чтобы не просто выставлять требования, скажем, к эмигрантам, чтобы они знали русский язык, русскую культуру, историю России, культуру основных народов. Но важно этому учить, создавать материальную базу для вот этой включенности, инклюзивности, а для этого, безусловно, нужны серьезные средства. Поэтому приведет ли это к результату именно эта программа, либо она будет шагом в правильном направлении, ну, скорее, второе. Но за этим должны последовать и другие шаги. Продолжение следует...